Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 мая и хотя солнце светит, у нас еще очень холодно, всего 7 градусов. Я обещала сегодня рассказать о посевах, о посадках, что нас ждет в мае. А в мае нас ждет все. Все, что мы не успели посеять, посадить. Все, что мы посеяли, но у нас замерзло, все снова будем пересевать в мае. Начинаем с самого начала. Вот в начале мая можно посадить чеснок яровой. Потом в первой декаде или ближе к средине мая можно начинать посев лука. Но это мы все смотрим в зависимости от погоды, от нашего региона. Конечно, если вот как сейчас стоят ночные погоды, у нас минус 4, минус 3, ни о каком луке не может быть речи. Нужно ждать, чтобы почва прогрелась все-таки, чтобы не было вот этих вот скачков. Лук может замерзнуть молодой и уйдет в стрелку. С луком тут сложно. Нужно уметь правильно высчитать оптимальную температуру, чтобы не было слишком поздно, потому что ему не хватит влаги, и чтобы не было слишком рано, потому что он может примерзнуть. Дальше. Потом, конечно, наши теплицы. Май – это то время, когда мы все начинаем массово высаживать в теплицу. Вот сейчас с 1 по 15 отрезок 2 недели дается нам, чтобы высадить в теплицу все, что мы насеяли в первую очередь в феврале. Это и высокорослые, и индетерминантные, и кто детерминантные для получения раннего урожая. Вот чем сейчас я и занимаюсь, я тороплюсь скорее высаживать, потому что если мы чуть промедлим, рассада перерастает, она теряет в качестве. Это очень плохо. Но опять же, вы смотрите, есть ли у вас условия для сохранения высаженной рассады. То есть, если вы смотрите, что у вас еще холодно, но у вас нет подогрева, нет каких-то отопительных обогревателей, лучше тогда немножко, конечно, подождать. Нынче очень такая непредсказуемая погода, и не знаешь, что хуже, или что она перерастет на огне, или что она замерзнет в теплице. Тут очень такая грань тонкая. Нужно все обдумывать, конечно. Если мы сейчас с 1 по 15 высаживаем томаты, то перцы, бажаны, арбузы, если кто вырастил рассаду для теплицы, высаживаем только в конце месяца. Они еще более нежные. Их вот такая температура, как сегодня у нас, минус 4 ночи, минус 3, их может убить. Все. Потом про огурцы. Кто выращивал огурцы рассадой, апрельские посевы, сейчас в мае нужно как-то понемножку в теплицу уже высаживать. Делают теплые грядки. В первую очередь высаживают, у кого есть теплые грядки, у кого есть подогрев, то есть грунт греется, кабель проложен. У кого есть какие-то еще там укрывочные материалы, но остальные ждут немного потепления. Потом уже идет так в теплицу. Томаты высадили, начали огурцы к концу месяца, перцы, баклажаны и арбузы. Ну и, конечно, посев вот этих холодостойких культур. В мае все начинаем сеять. Морковь, она не боится совершенно, можно сеять сейчас, хотя температура минус 2, минус 3 ночная. Достаточно если днем тепло, посеете семена, пока набухнут, пока все, все про морковь выяснили. Морковь, чуть позже свеклу. Все смотрим по погоде. Вот у нас земля, конечно, еще очень-очень холодная, но если дня два постоит тепло, я буду сеять и морковь, буду сеять и свеклу. Ну, конечно, в это время уже сеем все зеленые. Можно сеять петрушку, она тоже долго всходит. Можно сеять все эти салаты, укропы, все на свете. Потом картошка. Май – это тот месяц, когда картофель, если вы выращиваете, нужно доставать, прогревать, вот эту яровизацию проводить, чтобы росточки, которые появляются, были зелеными, а не бледными такими. Мы вот сегодня достали картошку, у нее белые вот эти росточки бесцветные, нужно их поставить в тепло, на солнышко. Можно опрыскивать немножко. Картошку тоже в мае. Но тут каждый выбирает свой срок. У нас соседи очень рано высаживают. Мы немножко будем ждать, когда потеплеет. Тут личные предпочтения больше играют значения, потому что в мае можно в любое время высаживать. Кто-то не боится высаживать в холодную землю, кто-то ждет, когда прогреется. У нас сейчас даже точные даты нельзя сказать, потому что погода такая, что сегодня, например, тепло посадим, завтра вот такой снег выходит. Бывает и так. И капуста. Это наша вот такая головная боль у некоторых. У меня в этом году первый раз в жизни замерзли, когда было минус 8, замерзли в холодной теплице посевы капусты, которые я сделала месяц назад. Никогда в жизни этого не было, но нынче так получилось, потому что я была там одна капуста, греть всю теплицу из-за капусты не стала, а без обогрева поликарбонатовая теплица без всяких укрытий капуста не выдержала. Замерзла редиска и капуста. Редиску весь май сеем. Кто-то сеет первый раз, кто первый раз уже сеял в холодных теплицах, досеваем, сеют второй раз. Капусту также можете посеять первый раз, если вы совсем не сеяли. Можно в холодной теплице в уголке, можно в каком-то лоточке закрыть стеклом, можно просто на грядке посеять, прикрыть пленкой. Сейчас уже погода позволяет, я думаю, минус 8, минус 10 уже не будет. Короче, у кого замерзла, как у меня, сеем повторно. У кого еще не замерзла, и кто не сеял, сеем первый раз. Капусту можно в любой срок. Можно посеять в начале мая, можно посеять в середине. И если уж совсем холодная погода, вы видите, что она замерзнет, вот у некоторых пишут, что еще минус 10, можно немножко срок отодвинуть. Но нынче с капустом такая пилиберда получила, что вот эти морозы спутали всем планы. И даже кто сеял рано, всегда в этом году у многих замерзло. Так что в мае нам надо вооружаться. Все, что нам погода не дала сделать в апреле, мы некоторые же эти процедуры делаем в конце апреля, и у нас получается вот так рассредоточено. Кто не успел в конце апреля, все это будем вот комом делать в мае. И посадки, и высадку в теплице, и посевы, и все на свете. Но погодка нас нынче подвела. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это краткий-краткий обзор, быстро-быстро. Что нужно посеять в мае? Если сказать вот одним предложением, в мае мы должны посеять все, что мы не успели посеять в апреле, или что уже посеяли, но у нас замерзло. Все, в мае мы должны это сделать. Все, желаю успеха, хорошей погоды. К нам идет тепло, наконец-то. И мы будем и сеять одновременно, и уже высаживать открытые. А, томаты, я про теплицу сказала, и под пленку. В мае мы высаживаем томаты в открытый грунт, среди мани мая, под пленку. Под пленочное укритие. Это будет вот первое и самое урожай. Все.